День добрый! Сегодня поговорим про обувь, а конкретно про кожаную обувь или обувь из кожи. В нашем случае это будут кроссовки, это моя первая пара обуви, которые я собрал своими собственными руками. И хочу поделиться с вами именно тонкостями, нюансами, проблемами, с которыми я столкнулся при сборке кроссовок. Собирал я сразу, отвечу на вопрос, забегая далеко-далеко вперед, вручную, то есть машинка здесь не использовалась. Собирал я только при помощи одного шила и ножа. Правда с ножом там будет есть нюанс. И собирал, затягивал на колодочке, то есть по колодочке, вот так вот выглядит колодочка. Вот, то есть обувь собиралась на колодке. Где-то готовится еще одна пара, забегая далеко-далеко вперед, на вот такую вот уже подошву. То есть следующая пара обуви, которые я буду снимать в видео и рассказывать, как изготавливать свои первые кроссовки. На вот такой уже будут колодки, то есть выкройка будет то же самое, моделька будет то же самое, поменяется только колодка и поменяется подошва. Вот, ну а теперь возвращаясь к самой обуви, да, с какими сложностями я все-таки столкнулся, что было предсказуемо, что было непредсказуемо или неочевидно. На первый взгляд, сколько это все дело главное стоило, да, ну вот. Так вот, перед нами обувь, она полностью сделана из кожи. Здесь верх, это кожа верха, здесь подклад, тоже из кожи, стелька кожаная, остается тут только резиновая подошва. Так вот, значит, с какими трудностями, которые были неочевидны, я пересмотрел много видео на ютубе, и оказалось, что для сборки одной пары обуви надо три вида кожи. Еще раз, кожа вверх раз, кожа подкладки два, если у вас она другого цвета. И кожа наистелечка, вот, на которую затягивается верх обуви. Можно использовать кож-картон, но мы же делаем обувь для себя, зачем нам это? Дальше, это то, что касается кожи. А поскольку кожа, материал на сегодняшний день небюджетный, а мы хотим все-таки собрать обувь, мы должны взять какую-то хорошую кожу. Шкура на сегодняшний день, если мы живем в другом регионе, а не в Москве, стоит от 6 тысяч рублей. Итак, считаем, 6 тысяч раз, 6 тысяч два, и стелечка 6 тысяч три. Три шкуры, 18 тысяч рублей. Безусловно, их хватит намного больше, чем пара обуви, но, тем не менее, на начальном этапе вы должны уже потратить, потратить как минимум 18 тысяч рублей, плюс доставка, ее никто не отменял. Дальше идем. Чего я еще не ожидал? Оказывается, во многих видео это говорят, но не говорят прям конкретно. Раз, два, три. Клей. Его тоже на три. Не очевидно. Ну, по крайней мере, не очевидно было для меня. Итак, считаем, для сборки верха обуви нужно будет резиновый клей. Это раз. Для того, чтобы соединить подклад и верх обуви, надо будет нейрит. Два. Ну и чтобы приклеить подошву к верху обуви, нужно будет полиуретан. Три. Три вида клея. Банка клея, литровая, да? Да. Будет стоить 800 рублей в среднем. Там 700, 800, 900. Разный клей, там разбег небольшой. Ну вот. Трижды 8, 24. Еще 2,5 тысячи. Пах. Дальше идет ниточка. Как оказалось, ее тоже надо две. Желательно подобрать в цвет одну вверху, или темнее. А другую в цвет нашей подкладки. А иначе будет конфликт. Будет не очень красиво, когда у вас будет темная нитка на светлом фоне. Когда шьете машинкой, у машинки другой расклад. У нее можно заправить две ниточки. Одну вверх, светленькую, другую вниз, темненькую. И тогда эта проблема решается. Здесь же, когда мы шьем вручную, без машинки, нитки на две. Ну и еще такой момент с выкриками. Не каждая выкройка предназначена для сборки обуви вручную. Некоторые придется переделывать, готовить. В моем случае была куплена выкройка. О, как все выбивается, да? И полностью переделана передручную сборку, подручную сборку. Я ее покупал. Это не мой, так скажем, не мой дизайн. Я не делал саму выкройку. Но я готовую выкройку полностью перечертил. Под то, что можно было бы с ней работать вручную. При помощи одного шила. Если у вас есть строчный пробойник, кстати, по поводу строчного пробойника для сборки обуви, любой обуви, неважно какое, особенно для сборки верха, оказывается, что высечной пробойник не подходит. Он оставляет большие отверстия. А мы затягивать же будем верх обуви на колодочку. Там происходит растяжение. В результате отверстия, которое оставил после себя строчный высечной пробойник диаметром 1 мм, не подходит для сборки верха обуви. То есть он отметается. Ромбовидный пробойник, ну вот такого плана, да, остренький, тоже не подходит, как оказалось. Было не очевидно. Он не подходит. А почему? А он оставляет очень острые края. И при затяжке тоже вверху может порваться. Ну, если у нас кожа тоненькая, там, или толщины недостаточно. Поэтому остается наш выбор. Либо шило. Ну, вот такое, да, самое дешевое. Ну, я, кстати, работал не вот этим, а вот этим советским. Вот такое вот шило, обычное. Либо шило, либо пробойник игольчатого типа. Вот он подходит для сборки верха обуви. Либо машинка. Машинка после себя оставляет как раз вот след как от иглы. Ну, или она же иголкой пробивает кожу, да, очевидно. Ну, вот нам надо. Вручную собираем. Либо шило, либо игольчатый пробойник. Дальше. С ниточкой разобрались, с клеем разобрались, с кожей разобрались. Теперь подошва. Подошва стоит 850 рублей. Ее тоже надо будет правильно подобрать по колодке. Там есть определенные нюансы. Об этом более подробно расскажу в видео. По сборке обуви уже когда будет собирать. Шнурок обязательно. И я собирал на облачках. То есть это более солидно, более премиально, на мой же взгляд. Смотрится уже в готовом варианте. Что еще забыл? А, самое главное, это колодочка. Без колодки мы же обувь-то собрать не можем. В результате у нас получается колодка, расходный материал. Ну как расходный? На одной паре колодок можно изготовить от 30 до 50 пар обуви. Все зависит от гвоздей, от разных нюансов, тонкостей. Но, тем не менее, колодка, как оказалось, это расходный материал. Дальше. Что еще нам потребуется? Гвозди. Гвоздями крепится вверх обуви, затягивается вверх на колодочку. Гвозди это тоже расходный материал. Килограмм гвоздей 1000 рублей. Недорого. Так, где-то у меня колодка, а вот она. Почему колодка расходный материал? Вот покажу. Если здесь будет видно. Колодка просто белая. Тут остаются следы от гвоздей. И чем толще ваш гвоздь, а он тоже должен быть определенной толщины, тем меньше количество съемов вы получите с одной колодки. Неочевидные вещи, о которых тоже вслух почему-то никто не озвучивает. И вот такие вот нюансы для меня оказались очень-очень похожи на подводные камни. То есть я к ним не был готов. Дальше. По поводу ножа. Ножа тоже надо будет два. Одним придется шерфовать. И я его изготаживаю самостоятельно. Это обычная пила. Об этом тоже более подробно расскажу в видео, сейчас не буду останавливаться. А другим краить. Краил я обычным канцелярским. То есть им краить гораздо удобнее. Ну, по крайней мере для меня. А вот шерфовать гораздо удобнее только вот таким. У него достаточная толщина для того, чтобы он не гнулся. Лезвие канцелярского нужно отгнуться и контролировать им. Ну, тяжелее, так скажем. Вот этим удобнее. Шерфовать удобнее обычным таким самодельным. Из пилы. Если вы посмотрите на мастеров, которые изготавливают обувь, то они в основном работают самостоятельно ножами, изготовленными вручную. Вот самым простым из пилы. Дальше. О чем еще не сказал. Также вам потребуются затяжные клещи. Но без них никак. То есть, вот, чтобы собрать пару обуви, вам потребуются обязательно клещи затяжные. Цена там, по-моему, от 700 рублей до 1300. Сейчас могу ошибаться, но не меньше 1300, наверное, точно. На сегодняшний день. Тоже надо будет купить. Без них затянуть верх обуви не получится на колодочку. Что еще забыл? А, вам потребуется два молоточка. Тоже не всегда и не все об этом говорят в видео. Почему два? Правильно. Первым молотком вы будете стучать по гвоздям, а вторым будете стучать уже по коже, лишая ее всяких складок, морщин, угорков и так далее. То есть, отбивая швы. Если будете стучать одним и тем же молотком и по гвоздям, и по коже, получите задиры на коже, на вашей паре обуви. Поэтому два молотка имейте в виду. По поводу клещей. Тоже вот одними клещами можно затягивать и забивать гвозди, а другими их придется вытаскивать. То есть, вот этими клещами затяжными вытаскивать неудобно. И вам придется где-нибудь на барахолочке или поискать дома в загажнике. Вот такие клещи. Вот ими гвозди вытаскивать удобно. А теми нет. Ну вот. Такие вещи для меня были неочевидны. То есть, помимо хорошо проработанной выкройки, как мне казалось, которой будет вполне достаточно для изготовления обуви, надо еще два молотка, три вида клея, три вида кожи, два вида нитки, колодка. Вот тоже тысячи три. В результате стоимость выходит за пределы 20 тысяч рублей. Если все разом посчитать, все разом собрать, плюс доставку сюда прикрутить. Но это не бюджетно. И для меня это было неочевидно, что вот столько такая сумма денег необходима для того, чтобы собрать первую пару обуви. Ну и как я поступил? Я поступил следующим образом. Я готовился постепенно. Первое. Я купил колодку. После приобретения колодки и подошвы, это было приобретено разом, да? Вот она подошва. Была приобретена выкройка. За выкройку я отдавал в свое время 750 рублей. Сейчас называть не буду ни где покупал колодки, ни рассказывать, где покупал там подошву, выкройки и так далее. Никого не хочу пиарить. Вот. Если кому-то будет интересно, напишите, я отвечу в комментариях. Вот. Сначала была приобретена колодка и подошва. Клей наэритовый. И что еще? А, и выкройка. Вот. То есть колодка 3850 рублей, две подошвы, выкройка 750 рублей, плюс доставка. Потом я посмотрел, что здесь мне не хватает для сборки. Кроссовок. Клея для сборки верха обуви. То есть был заказан спустя какое-то время клей резиновый. Подобрана ниточка. Заказана кожа для подклада и кожа для верха. Все это пришло, посмотрел, пробежался еще раз по списку и посмотрел, что он для того, чтобы собрать обувь, мне необходим еще полиуретановый клей для того, чтобы приклеить подошву. И мне необходимо будет клещи затяжные. Что еще? А, шило. Вот еще забыл про шило. Шило, то есть я показал вам обычное. Вот такое. Оно должно быть. Вот это прям must have. Я думал, когда начал заниматься кожей, что шило это прошлый век. Типа, нахрен, у нас же есть пробойники. Нет. Это большое заблуждение. Шило у вас быть должно. Ему очень удобно в некоторых случаях работать. Оно помогает. И шило с крючочком. Вот. Если поближе показать. Для чего? Для того, чтобы прошить подошву. В некоторых случаях это меняет маленько геометрию обуви, но придает ее дополнительную прочность. Просто приклеенная подошва и подошва приклеенная и прошитая, это две разные вещи все-таки. Можете сравнить при сборке обуви, когда будете это делать. Что жесткость гораздо больше, имеет все-таки подошва еще и прошитая. Прочнее. Ну и прям чувствуется, что пара такая прям становится ух, крепкая. Вот. И при этом я готовился к созданию своей первой пары обуви, именно кроссовок, да, постепенно. Не вся сумма разом была потрачена, там, 20 тысяч, а постепенно. То есть у меня не было списка такого, как я сейчас разом вам выдал. Ха, я смотрел. Так, это есть, 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 так. Что нам еще надо? Видео посмотрел. Так, ага, он вот это использует еще. Мне докупить, у меня этого нет. Так постепенно получился весь набор, который необходим для изготовления первой пары обуви. И принялся за переделывание выкройки. То есть на выкройку у меня тоже, на готовой выкройке, которая уже была готова, чтобы ее переделать под ручное изготовление, мне ушло достаточно много времени. Месяца два потратил, чтобы выкройка стала действительно рабочей. Поэтому это очень трудоемкий, достаточно небюджетный процесс. Сейчас буду всех пугать, да? Потому что каждый материал стоит денег. И столько же еще придется приложить сюда усилий, чтобы у вас что-то получилось хорошее. Выкройка должна быть проверенная, рабочая. У вас должна быть правильно подобранная колодка. есть нюансы. Собирал я вот на такой колодке и оказалось, что... Но я не хотел ее портить, честно вам скажу, признаюсь, да? Вот в этом месте она мне узковата. Вот. Надо было наращивать колодку первую. Не критично, но можно было сделать лучше. Так вот, следующая обувь, которую я буду собирать, она будет вот на такой колодочке. Я попробую, посмотрю, что у нас будет. Это у нас не для кроссовок, а на туфельковое или башмачковое колодочке. Вот на ней буду. Вот здесь ширины мне достаточно для того, чтобы... Ну и дизайн мне этот больше нравится и подошву поменяется, да? Соответственно, будет это все дело выглядеть уже вот как-то вот, наверное, вот таким вот образом. А верх обуви и выкройка останется прежнее. Я думаю, результат там будет поинтереснее. Ну и она будет более комфортная, как по мне. Поэтому подготовку к сборке обуви надо начинать, наверное, за полгода. Вот так вот. Чтобы, во-первых, это было не сильно тяжело и нагружено по финансам, потому что кожу надо будет купить, клея надо будет купить, колодку надо будет купить, клещи надо будет купить, выколоточку какую-нибудь купить. Подготовиться, на чем вы будете это делать. Ну, если занимаетесь кожей, нож необходима для шерфования, потому что в некоторых местах нужно будет спускать. Ну и выкройка тоже немаловажный фактор. Я постараюсь облегчить вам задачу, снять более подробное видео по сборке, как это делаю я. Возможно, некоторые моменты я еще проясню. И после того, как вы ознакомитесь с видео, вам будет более понятно. Но для тех, кому интересно, ссылку на выкройку ставлю в комментариях или под видео, посмотрите, что там за выклика. Вот. Что еще? Вопросы, если остались, что-то было, возможно, непонятно. тоже можете задавать, постараясь уже отталкиваться от своего опыта, полученного при сборке первой пары обуви, и рассказать вам о тонкостях и нюансах, с какими проблемами я столкнулся, возможно, что-то не раскрыл в этом видео. Ну, как со стороны человека, который занимался сборкой кроссовок первый раз, я постарался максимально подробно раскрыть проблемы и сложности, с которыми должен столкнуться новичок. Надеюсь, у меня это получилось. Спасибо.